Продолжение следует... Причёсываетесь, причёсываетесь... Я взяла гитару, и вот у меня пошла вот эта... И она говорит, я представила, как идут вдоль обрывов люди, как они идут, и вот как они вот в эти леса идут, и как, в общем-то, они погибнут, но никто о них не вспомнит. Я позвонила, и просила телефон, и говорю, она такой предмет. Я говорю, конечно, придёт, конечно, конечно. Вы находитесь чудесно совершенно, я, во всяком случае, очень люблю эту библиотеку и это место, и такие люди, которые любят эзотерику, говорят, что это сакральное место, оно так и есть, потому что здесь происходят невероятные чудеса. Вы находитесь в гостиной Марины Гончук. Но бывает ли у вас такое в жизни, когда вы пришли в гости, а хозяйка по форс-мажорным обстоятельствам... Ю, нет. Вот, сегодня случилось, произошёл вот тот самый случай. И наша чудесная Марина, я так всегда любила её выходы, вот сюда, к вам, навстречу с вами, она всегда находила какие-то необыкновенно тёплые слова, она сама такая красивая, такая одухотворённая. И вот мы лишены вот этой счастливой я, в том числе, этой возможности смотреть на неё оттуда. Но вот мне пришлось выполнить вот эту странную задачу. Марина бы нашла для него самые-самые яркие краски, потому что, как вы уже прочли, пригласить нам билет, сегодня у нас гости из Парижа. Это мои очень-очень хорошие знакомые, друзья, причём мы с одним гостем совсем не виделись, с другим гостем виделись, но это всё чувствовалось на расстоянии. И подарила мне этих друзей Анна Юрьевна Смирнова-Магнит. Вот многие из вас знают уже её, многие были, знают, что вот она член нашего клуба «Москвички», член гостиной Марины Гончук. Она переписывала с Мариной, Марина написала стихи, посвящённые Анне Юрьевне. Может быть, даже они сегодня прозвучат. И вот Анна Юрьевна, она всегда, находясь далеко-далеко от Москвы, от России, Джордан-Вилли, она всегда делилась с нами своими друзьями, своими чувствами, своими какими-то открытиями. Но самое главное, конечно, вот этот щедрый дар. И сегодня как раз здесь с нами будут подаренные Анне Юрьевне Смирновой-Марли, встреча с друзьями, наши гости из Парижа. Они уже здесь находятся, они тоже ждут эту встречу, и тоже с волнением, с необыкновенным. Это Вероника и Анатолий Переверзьевы. Мы их не расскажем. Они сами расскажут о том, потому что всегда интересно, как же произошла встреча с такой легендарной женщиной, с кавалером двух орденов почётного региона, с орденом заслуги, с легендарным автором песни «Партизан», это гимн «Сопротивление» в годы Второй мировой войны. Вот наши гости расскажут о том, как произошла эта встреча. Потому что у меня своя история, но это когда-нибудь я расскажу об этом. И вот эта встреча дала потрясающий совершенно такой пассионарный импульс, потому что и Анна Юрьевна их вдохновила, и они вдохновили Анну Юрьевну, потому что она была счастлива присутствовать на концерте в 2000 году, когда она приезжала в Париж по приглашению Жака Ширака. Вот это был подарок в русской консерватории в Париже имени Рахманинова. Там Вероника и Анатолий, это что-то было потрясающее, и продлило жизнь её духа. А сейчас спасибо большое за внимание, что вы меня впустили на эту сцену в гостиной, и я передаю слово вам. Спасибо, Вероника и Вероника. Спасибо. Именно об этом мы и хотели бы рассказать о наших встречах с Анной Юрьевной Марви, о нашей дружбе на протяжении счастливых 8 лет, и о нашем совместном творчестве, потому что мы сделали с Вероникой, можно сказать, вместе с Анной Юрьевной, два спектакля. В 2000 году, который она видела, Иисус до консерватории Рахманинова, принимал участие даже. И спектакль, который мы сделали уже позже, но под её так или иначе вдохновение, она вдохновляла нас, и советовала, средактировала. Шла такая работа через интернет, через телефон, и мы создали спектакль для французской аудитории, но Анна Юрьевна мечтала и хотела очень, чтобы мы повезли его в Россию, в Украину. Первый спектакль назывался «Делее в пару подмоки», потому что многие не знают, но многие из вас, именно членов клуба «Москвичка» знают, что Анна Юрьевна в расцве с Михаилем Лермонтовым, и поэтому, значит, так получилось совершенно случайно, и я немножко, буквально два слова скажу об этом первом спектакле. Значит, когда мы его готовили, то нам почему-то очень понравилось стихотворение «Белее в пару с одиноким». И мы вот взяли первые строчки и сделали такую программу. Потому что он олицетворял дух? Да, что олицетворял дух именно из рода Лермонтова, Бердяева, Тамана Шлатова, Столыпина. И вот, значит, она мятежная, как Бурик, как будто Бурик ждет, ищет покой. Есть покой. Есть покой. Да, есть покой. И вот, значит, мы пришли в редакцию издательства, вернее, «Биг Бен», где должны были выйти ее мемуары. И Фьер Брасуа, издатель этот, нас пригласил, и вдруг мы видим на камине портрет, сделанный углем на газете, 62-й год в Риме, под стеклом. И там как раз строчки из этого стихотворения Лермонтова «Белее в пару с одиноким». Мы совершенно были в шоке, вы представляете, ну как же так, что же это за такая мистика, такая интуиция. И когда посмотрел наш спектакль Пьер, он в согласии Анны Юрьевны сказал, а что, если я ребятам подарю этот портрет. И это единственный портрет к нашему счастью, который хранится у нас Анны Юрьевны. Так вот, этот спектакль наш, он готовился очень быстро. И я только хочу рассказать, как вы сказали, Асли, как мы встретили самую Морлейку. Это был 97-й год. Блины у князя Голицына в предмете Парижа в Медоне. Это традиционный бал, который русские проводят на Маслене, в Медоне. Здесь всегда много русских жила, эмигрантов, Светаева там жила, и до сих пор там немало русских, есть русский приход, русская цель. И вот нас пригласили туда на блины. Мы пришли, и у нас был маленький номер, с которым мы выступали в свое время, мы актеры киностудии Долженко из Киева, мы выступали в нашей программе «Актеры кино и театра». Ездили с этой программы. У нас был маленький номер на стихи Николая Ульцова. Вот мы сейчас его используем. В зале сидела Анна Морлей. Чтобы нам понять и почувствовать, что дальше произошло. И мэр Медона сказал об этом, и также Борис Голицын, князь, сказал, что в зале находится знаменитая Анна Морлей, композитор песни французских партизан. Ну, многие, конечно, ее знали, потому что она жила в Медоне. А мы, молодое поколение, только слышали об этом имени, об этом имени.